да всем привет прошлом видео мы с вами рассмотрели как работает на кике как мы записываем кик рассмотрели как работает на кике dbx 1066 и myersound cp1 вот в этом видео я обещал вам повторить то же самое на плагинах давайте попробуем сделать это на плагинах я напомню вам как звучит то что мы сделали в прошлый раз значит это у нас вот это вот основной кик и вот это наша дизайнерская air а это две вместе попробуем повторить а так значит смотрите я поставил на кик гейт компрессор и и киу вот последовательность гейт и киу компрессор предварительно пусть будет так теперь на и киу давайте давайте сразу сделаем срез на 31 чтобы нам уже с этим не заморачиваться и там мы делали подъем в районе давайте также пройдем как мы проходили давайте пройдем от 20 герц до 100 и посмотрим где какой тон нам выбрать для кика почти так же как в аналоге дал в аналоге там помощь на 90 еще был очень резкий резонанс звучит немножко не так конечно вот такая бочка хороша но нужно понимать что на ноутбуке я не будет поэтому все-таки давайте мы где-нибудь в районе 70 остановимся подъем небольшой вот интересно на цифровых эквалайзерах подъем в 56 децибел ощущается также как на аналоге только три там три сделал и уже достаточно в цифре нет трешки мало обязательно надо шесть так теперь сделаем провал в нижней середине на минус 8 наверно тоже тоже все немножко более утрированно приходится делать в цифре и с широкой добротностью и теперь подчеркнем касание пластика давайте на 6000 например 6000 на плюс 6 ну как-то некрасиво 4 и на 8 без эквалайзера и с эквалайзером теперь идем в компрессор нельзя брать компрессию с очень быстрой атакой убьется тело ну вот единичка 5 тела нет 10 10 более-менее теперь сюда допустим 30 10 поскольку обходного контура здесь нету то мы сделаем параллельную компрессию я просто сдублирую трек с эквалайзера я уберу подъем щелчка он нам тут не нужен даже можно наоборот опустить вверх ну и по громкости на и опустим теперь вернемся к этой бочке и так вот что у нас получилось значит здесь мы оставили только эквализатор атаку хотя гейт тоже можно включить а на первой дорожке у нас она достаточно сильно компрессируется с атакой 10 миллисекунд вот так звучат две бочечки у нас теперь я надеюсь вы помните которые мы делали в аналоге за счет перегрузки ячейки пульта давайте попробуем то же самое теперь сделать в цифре ну интересно как мы это будем делать ну давайте попробуем так сначала мы вы должны адгейтировать а а а а а а а а а и так же как в аналоге я возьму компрессию с очень быстро атакой быстрым релизом а 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 немножко брутальности а а а а а а в аналоге гейт интереснее работал в том дорожке сейчас попробуем здесь также сделать hold поменьше и попробуем релиз в ноль нет очень резко и теперь наши бочки из на с ну дальше дальше вопрос вкуса больше или меньше дизайнерской бочки или достаточно и вообще цели и задачи очень много зависит от того что вы хотите решить и какой саунд вы предпочитаете очень много зависит от самого текста от настроения песни к одной песне это подойдет другой не подойдет но у вас всегда есть возможность экспериментировать создавать что-то новое интересное ну надеюсь сегодняшнее видео вам было полезно ставьте лайки жмите на бубенчики подписывайтесь на мой канал всем хороших миксов пока